Вглубь нашей Родины идет нацузский варш, враг обреченных вскоре не впознает наш. Меня и брата Вовка привезли в Макеевский приют презрения, или как называли фашисты, Киндерхайм. Они его и организовали. Догом Второй мировой войны, прокатившейся по всем странам Европы, были не только разрушенные города и большое количество погибших, но и рожденные от немецких оккупантов дети, в том числе и на территории Советского Союза. В этом смысле статически достоверно можно говорить о детях, рожденных непосредственно от немецких военнопленных. Для начала следует сказать, что по официальным данным на 1956 год, общее количество содержащихся в плену бывших немецких военнослужащих на территории СССР составляло за все время 2 миллиона 390 тысяч человек. В разные послевоенные годы их количество менялось. В марте 1947 года их насчитывалось около миллиона, а в конце 1949 уже 430 тысяч, многих из которых отпустили на следующий год. Все оставшиеся немецкие военнопленные в 1956 году были репатриированы обратно на территорию ФРГ, после установления дипломатических отношений между Советским Союзом и этой страной. После военное соотношение мужского и женского населения в Советском Союзе было катастрофически непропорциональное. Доходило до того, что в сельской местности на каждого мужчину приходилось три женщины. Неудивительно, что порой возникали межнациональные связи с последующим рождением детей. Количество браков между иностранцами и советскими гражданами все время увеличивалось вплоть до февраля 1947 года, когда был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о запрете таких браков. Как следствие, начало расти количество обращений иностранцев за получением советского гражданства. Хотя женщин, у которых рождались дети от иностранцев, не подвергали каким-либо репрессиям. Тем не менее, официальных данных об их количестве нет, можно лишь говорить о нескольких десятках тысяч на весь СССР. Эта тема тяжелая, о ней молчали почти 80 лет, не упоминая даже шепотом. Актриса Вера Глаголева, снявшая в 2009 фильм «Одна война» о женщинах, родивших детей от немцев, сказала в интервью. «Очень сложно искать фактуру. Они не желают говорить вслух. Я собирала рассказы по крупицам. Никто не приехал на премьеру фильма. Боятся». 8 июня 1942 года командованием Вермахта в оккупированных районах СССР выпустило памятку о поведении немецкого солдата. Цитирую выдержку оттуда. «Требуется срочно ограничить контакты солдат с женской половиной гражданского населения, ввиду угрозы причинения вреда чистоте германской расы. Ограничения, видимо, не помогли». Уже в марте 43-го комендант города Орла, генерал-майор Адольф Гамон, постановил, родив ребенка от немецкого солдата, русская мать имеет право на алименты. Получив подтверждение от отца, казна выплачивала 30 марок в месяц. Сколько же всего было таких женщин? И самое главное, сколько родилось детей? Рассмотрим печальный опыт других стран. За пять лет, с 1940 по 1945 годы, в крохотной Норвегии появилось на свет 12 тысяч младенцев. Их отцами были военнослужащие СС Вермахта. Одна из таких детей, Анни Фрид Лингстадт, дочь фельдфебеля Альфреда Хаазе, была вывезена в Швецию и позже стала солисткой культовой группы Абба. Во Франции итогом горизонтального сотрудничества, как издевательски называли это сами французы, с немцами стали около 200 тысяч новорожденных. А что же у нас? Ничего. Эта тема просто табу. В архивах есть письмо Иосифу Сталину, академика Ивана Майского. Присланное в апреле 1945 года, ученый муж интересовался, как поступить с детьми, родившимся у советских женщин от немецких солдат. В письме академик предлагал поголовно изъять всех этих немчат, переменить им имена и разослать в детские дома. По моим оценкам, в России, Прибалтике, Белоруссии и на Украине, вследствие сожительства с немцами в 1941-1944 годах родилось от 50 до 100 тысяч детей, утверждает исследователь-историк из США Курт Блоумайстер. В процентном соотношении это очень немного, потому что под оккупацией оказались 73 миллиона советских граждан, а 5 миллионов немецких солдат, выполнявших функции оккупантов. В основном были молодые мужчины. Что же случилось потом? Около двух тысяч женщин власти сослали на поселение в район Белого моря, их детей забрали на воспитание госучреждения. Таких матерей ненавидели, звали немецкими подстилками, хотя на деле все не так уж просто. Кто-то спал с врагом, чтобы не умереть с голоду и накормить своих детей. Многие девушки были изнасилованы и забеременев не хотели просто делать аборт. Американский исследователь-историк Курт Блоумайстер тоже дитя войны, только наоборот. Его мать, немка из Берлина, прижила ребенка от советского офицера и впоследствии в 1948 году перебралась в Америку. Когда мать умерла, Блоумайстер долго искал своего отца, но так и не нашел. Мать рассказывала, его звали Володя, вздыхает исследователь. Фото не сохранилось. Сейчас Курт зарабатывает на жизнь с тем, что выполняет экспедиции по заказам у родственников солдат вермахта, убитых в сражениях с Красной Армией. Он ездит по просторам экс-СССР и старается найти останки погибших. Исследует архивы, берет показания у свидетелей. За последние пять лет у Блоумайстера трижды были заказы. Как он сам говорит, весьма необычные. 90-летние старики, когда-то пришедшие на нашу землю с оружием в руках, будучи при смерти, пытаются отыскать своих детей. Тех самых, которых родили от них русские и украинские женщины. Мне удалось найти только двоих, рассказывает Блоумайстер. Уже пожилые люди, почти по 70 лет. Одного нашел в Тихвине, другого в Выборге. Оба отказались со мной разговаривать. Не хотят иметь дел с биологическими отцами, ничего общего. Хуже всего детям, рожденным от немецких оккупантов, пришлось не в Сталинском СССР, а во вполне демократической Норвегии. 50 тысяч норвежских женщин, а это каждая десятая, вступили в связь с солдатами Вермахта. 14 тысяч из них были арестованы, а 5 тысяч угодили в тюрьму. Детей, которых норвежцы называли «немецкими ублюдками» и «нацистской икрой», объявили слабоумными. 90% из них угодили в дома для душевнобольных и пробыли там аж до 60-х годов. Союз Детей и Войны заявил, что так называемых «немецких ублюдков» использовали для экспериментов с медицинскими препаратами. В 2005 году детям от немцев принесли извинения и выплатили компенсацию в 30 тысяч евро на человека. Во Франции в 1944-45 годах за секс с вражескими солдатами было казнено 5 тысяч француженок. 20 тысяч были острижены наголо и приговорены к одному году тюрьмы, а также к лишению французского гражданства. Детям Боши было запрещено учить немецкий язык и носить немецкие имена. 83 года назад ее родина была здесь. Элли Хартвик родилась в Восточной Пруссии. Но после Второй мировой войны немецкая родина стала советской территорией. После того, как Красная армия завоевала Восточную Пруссию, Элли осталась одна. Отец мертв, мать пропала без вести. Сестер угнали в Советский Союз. Элли Хартвик было тогда всего 10 лет. В Нидерландах после 5 мая 1945 года в ходе уличных самосудов было убито 500 так называемых шлюх-предательниц. Прочих уличенных в горизонтальном сотрудничестве собирали на площадях и обливали из шлангов нечистотами. Их дети были переданы в детдома. Иван Сергеевич, имя изменено, узнал тайну своего рождения 10 лет назад. Умирая от рака, мать решила открыть ему правду. Совсем седой, он показывает свои послевоенные фото. Светленький мальчик с веснушками и играет на балалайке. «Когда во дворе в войнушку играли, меня дразнили немчиком», — говорит он. «Я сразу лез в драку». Смешно, правда?» Иван Сергеевич вырос в уверенности, что его отцом был партизан, казненный гитлеровцами. Реальность оказалась жестокой. «Мама одна осталась в Нарве с младенцем на руках, моим старшим братом. Молоко пропало, брат заболел. А к ней все и фрейтор клеился из-за бозной службы. Дам, — говорит, — и сгущенку, и хлеб, если ляжешь со мной. Вот она и легла. А брат-то все равно умер. Когда поняла, что беременна, было уже поздно. Увидеть он меня хочет. Он не отец мне, а, блядь, фашистская. Он маму все равно что изнасиловал. Его мать объяснила, так поступали многие, даже те, у кого муж на фронте. На что только баба не пойдет, лишь бы дети с голоду не пухли. Жрать нечего, картофельные очистки по праздникам ели. И имелись, конечно, и шлюхи, что гуляли с офицерами за духи и шелковое платье. Насиловали фрицы тоже много. Красивые девки сажей мазались, горбились, в рванье ходили, только бы не лезли. А лезли все равно. Здоровые же мужики, тяжело им без баб. В одном нашем дворе мама сказала. За три года четверо немчиков родилось, как и я, белобрысые. Когда наша армия пришла, две матери детей от фрицев, как котят, в речке утопили. А моя мать сбежала со мной, чтобы соседи не донесли, рассказывает Иван Сергеевич. В Норвегии в организации «Союз детей войны» состоит 150 человек. Во Франции в объединении «Сердца без границ» 300 человек. Думается, в России набралось бы куда меньше. Исследователю удалось найти только одного человека, признавшего, что его отец – немец. И то на условиях полной анонимности. Эти дети, уже далеко пожилые люди, либо не знают о своем происхождении, либо предпочитают молчать, стыдятся. Лишь бы соседи не узнали, что ты – фриц, а твоя мать – подстилка. И это спустя более чем 70 лет. И здесь хотелось бы добавить. Правительство Германии уже выплачивало компенсации узникам концлагерей и тем, кто был отправлен на каторгу в Третий Рейх. Думается, в Берлине пора понять, люди, чьи матери были изнасилованы или принуждены к сожительству с оккупантами, тоже заслуживают компенсации. Эти жертвы войны никто не учитывал. А ведь отцы со свастикой сломали жизнь своим детям. И в любом случае, как бы то ни было, сами дети ни в чем не виноваты. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. У меня также есть бусти, на котором контент будет всегда выходить раньше, чем на ютуб. Некоторый контент будет сугубо только на бусти. С вами не прощаюсь и до встречи.